Суда на воздушной подушке начнут переправляться по направлению Якутск-Нижний Бестях уже в четверг 19 октября. Из 202 микрорайона будет курсировать 20 единиц техники. Евгений Тайтонов продолжит. Якутск-Нижний Бестях по этому направлению вплоть до конца этой недели будут курсировать паромы, а тем категориям граждан, которые без автотранспорта, приходится мерзнуть. Время пути занимает полтора часа, на улице минусовая погода. Там стоять надо, машины не пускают там, поэтому мы пользуемся речным такси. Другой альтернативы я не вижу. Народ пользуется спросом народа, поэтому необходимость в наших условиях. Глиссирующий катер – единственный способ быстро и в тепле добраться на другой берег. Их на шестом причале речпорта 12 единиц. Они ездят по мере заполнения с 7 утра до 6 вечера. Из-за нынешних погодных условий цена за проезд увеличилась сегодня с 300 до 500 рублей, а тем временем поток людей не уменьшается. Сейчас вот трудности, скотч-скотч. А так, жесткие ездили. Сейчас вообще хорошо. Приезжаем и сразу садимся. На Лене началась шуга. Завтра, со второй половины дня, капитаны начнут приостанавливать перевозки. И уже с четверга они сядут за штурвал судов на воздушной подушке. Завтра будем все дружно вытаскиваться. И пойдут, значит, это СВП, воздушные подушки. У нас они готовы уже. Тариф остается прежний, по 1000 рублей. Начинаем. Потом, значит, когда начинаем пересадкой работать, когда уже конкретно шуга идет, воздушные подушки пройти не могут там. Запускаем мы, а я работаю. Это время, значит, у нас цена увеличивается. Две тысячи. Сюда будут курсировать в действии второго микрорайона. Тариф в размере 2000 рублей будет действовать около 10 дней, пока лед не окрепнет. Затем снова упадет до прежней стоимости. Евгений Кайтонов, Евгений Рязанский, НБК Саха, Якутск.